Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Суть вопроса в том, что пишет девушка, которая пару месяцев встречалась с молодым человеком, который по итогу оказался, что женат. И он ей, молодой человек, обещал со своей женой развестись. Вот о чём, собственно, сейчас идёт речь. Он сказал, что подаёт на развод. Но девушка пишет о том, что не может теперь молодому человеку доверять, и боится, что он будет её обманывать, например, так же, как обманывал до этого. И боится, что он будет писать, например, уже теперь своей жене. Такие вещи волнуют автора вопроса, и спрашивает она, как понять, как поступить ей в этой ситуации непростой, и как бороться со своим страхом. Да, она, когда узнала, что у него есть жена, она, в смысле, девушка, в грубой форме как бы сказала, что, ну, меня это не устраивает. Вот, и парень, что появлялся, то исчезал. Вот, значит, смотрите, что хочется вам сказать. Вы пишите о том, что готовы своего молодого человека простить. То есть это вот то, что вы пишите, что вы готовы простить своего, ну, мужчину. Я не думаю, что здесь вопрос можно вести в таком ключе. В ключе того, прощу я себя или нет. Потому что если вы что-то прощаете, то вы принимаете это, вы принимаете личность своего молодого человека. Фактически, ну, вы принимаете, что вот у него есть свои такие особенности. И очень часто прощение, на мой взгляд, замещается некоторым таким, знаете, насилием над собой, когда человек как бы заставляет себя принимать что-то, что ему не нравится, надеясь на то, что это не повторится. Прощение за то, что я надеюсь больше не повторится, это не прощение. Это самообман. Потому что прощение – это принятие. Если вы подразумеваете, что ситуация, например, больше не должна повторяться, ну, например, то, к сожалению, к моему большому сожалению, это не про прощение, а больше про попытку заставить себя принять то, что вам не очень принимать хочется для того, чтобы получить то, что вы хотите. Ну, например, вот, семью или брак. Потому что не сложно как-то вот, не сложно догадаться, вот, не сложно увидеть этот момент, что как-то вот вы, ну, как будто бы чересчур много придаете значение именно вот семье, браку и так далее. Что, на мой взгляд, является далеко не самым лучшим, скажем так, подспорьем, ну, в отношениях. Потому что все-таки отношения выстраивают не из-за чего-то конкретного, не из-за брака, да, не из-за семьи, а потому что нам вот с человеком хорошо. Вот. И мы как-то хотим, условно говоря, делать этого человека счастливым. Вот. Поэтому. 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 Крайне важно здесь следующее. Следующее. Дальше. Принимаете ли вы молодого человека? И принимаете ли вы факт того, что у него может быть и что у него есть? Прошлое. И другие отношения. Ну, соответственно. Вот. Вот это очень важный момент. Без которого ситуация, к сожалению, которую вы описываете, может и не закончится. Вот. То есть я вот обращаю ваше внимание именно на тот факт, что, прощая, вы занимаете такую позицию, как бы, ну, больше, я бы сказал, наверное, манипуляторской. Манипуляторскую. Вот это вот позиция больше манипулирования, к сожалению, да. Вот. Потому что я себя прощу, да, если ты, вот, значит, ну, что-то сделаешь. Вот. То есть, ну, согласитесь, позиция несколько, такая вот она, деструктивная, да. Вот. И вам это, вот именно это вам нужно учить. Вот. Вы говорите, что у вас, что у вас есть, ну, чувства к молодому человеку своему. Вот. Вот. Это, это замечательно, что у вас есть к нему чувства. Это отлично, это прекрасно, это здорово. Вот. Ну, очень хочется, чтобы вы сами для себя попробовали сформулировать, вот, что это за чувства. Да. То есть, как бы, ну, что за чувства вы к человеку испытываете. Вот. Ну, вот. На мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, если вы для себя, ну, сможете понять и увидеть, что конкретно вы ощущаете, как мужчина. Вот. Вы сможете для себя лучше скорректировать свое поведение. Вот. Ну, если быть точным, да, то направленность поведения. Далее. Далее. Вы говорите о, как мне кажется, скажем так, страхе быть брошенной. То есть, вы боитесь, что молодой человек вас бросит. Вот. Вы опасаетесь, помочь, что он будет вам, как я понял, да, изменять. То есть, вы боитесь этого. И, соответственно, про что здесь вы говорите? Конечно, конечно, здесь вы говорите про свое занижение установки. Ну, вы говорите про свое занижение установки. Реградит от первой серии суббиратизм. Реградит от первой серии суббиратизм. Повторяю суббиратизм. Об этом вы пытаетесь в данном случае сказать. Я не знаю, только замечается ли вы это или нет. Отдается ли вы себе отсчет в этом или нет. Но вообще-то выглядит это именно так. Таким образом это выглядит. Вот. И соответственно исходить вам нужно, как мне кажется, именно из этих моментов. Ну, на мой взгляд, понимаете, да? То есть если у вас имеет место быть, ну вот, заниженная самооценка, как мы говорим сейчас, например, то работать вам нужно именно с ней. Вот. В первую очередь. То есть ваши страхи, как, ну, в принципе, любые страхи. Вот. Родами с детства. И в детстве у вас вот, ну, видимо, родилась, по колонам, стратегия поведения, да? Что вы пытаетесь себя защитить. Вот. Вы себя пытаетесь защитить. А защитить вы себя пытаетесь от, эм, собственно, ну, предательства. Вот как вот, ну вот, в данном случае, да, мы говорим, в принципе, именно об этом. Что вы пытаетесь, эм, себя защитить от того, чтобы вас не бросили. Вот. Чтобы, во, ну, чтобы все было стабильно. Вот. Эм, ну, возможно. Возможно. Говорим о, эм, эм, семье. Эм, здесь имеет место то же самое стремление. Темление себя защитить. Вот. Я, конечно, не знал, безусловно. Как на самом деле обстоят дела, может быть, может быть, я и не брал. Может быть, я и не брал. Вот. Тут однозначно, эм, ну, однозначно, эм, ну, однозначно, эм, в колбат. Вот. Возможно, чего-то, ну, чего-то я не знаю. Вот. Но, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы тревожны. И, вот, как раз таки, о, с этой вот вашей тревожностью, и нужная нам работа. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Соответственно, когда вы, эм, точнее, когда и если вы, эм, снимете, вот, свою тревожность, которая сейчас у вас, вот, присутствует, достаточно, э, в сильной форме, вот, то, на мой взгляд, э, проблема, э, ваша, может, э, в принципе, э, ну, как бы, быть разрешена. Вот. И вы сможете уже просто для себя, вот, эм, посмотреть, да? Я, вот, к молодому-то, человеку, вообще, э, сама, чего чувствую, э, вот, я чего ощущаю к нему, вообще, вот, люблю ли я его, принимаю ли я его, да? Вот. Ну, допустим, допустим. Потому что, ну, словно говоря, там, одно дело, одно дело, если вы его любите, да, и другое дело, если вы, что там, э, ну, стремитесь на него, э, просто наложить, вот, э, как бы, свои ожидания. Э, сейчас вам, э, ну, словно говоря, гора, э, за, вот, э, вашей тревогой увидеть это тяжело. Тревогу снимите и, э, в принципе, станет легче. Вот. А, вот, э, вот, э, на это, я думаю, вам имеет смысл обратить свое, свое внимание. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. О, удачи вам.